После дождя здесь, в Ижевском дворе, по улице Воровского, как к Венеции, рассказывает Татьяна Стерхова. Старожилы и не помнят, когда в последний раз здесь ремонтировалась ливневка. Если сильный ливень, то у нас практически вот в подъезде вода, которую приходится потом убирать. Ну и потом здесь вот через эти мостики не проехать, не пройти. Вода здесь у нас стоит обычно вот до этой стены, до той стены и до нашей стены. Ливневая канализация изношена по всему городу. Это видно каждый раз во время дождя. Это же подтвердила и экспертиза. Она проводилась четыре года назад. Есть и проект реконструкции. Нужны средства. Обновление требует 40 километров сетей. В рублях это 9 миллиардов. Проект данный по переустройству ливневой канализации порядка 9 миллиардов составляет. В настоящее время глава города уже об этом тоже говорил, что будем изыскивать средства, чтобы в первую очередь, первые деньги уже прошли в следующем году. Порядка 120 миллионов рублей на самые проблемные точки в городе, где нужен необходим именно капитальный ремонт ливневой канализации. 37 проблемных ливневок город намерен отремонтировать в следующем году. Нынче восстановят 8 на 10 миллионов рублей. Столько город сэкономил на оптимизации числа муниципальных служащих. Во дворе дома по улице Воровского рабочие появились в понедельник, порадовав жильцов этого дома. Управляющая компания через суд добилась решить проблему с ливневкой. Как оказалось, здесь ее никогда не было. В лосточной канала, говорит подрядчик. Здесь очень низкое место. Соответственно, здесь ливневые стоки переходят с улицы, прямо с Ленина, которые стекают, по улице Воровского. Они затекают к нам вот сюда. И, соответственно, весь микрорайон, здесь самая низкая точка, стекаются в одно место. Соответственно, отсюда будет вода уходить. Но это будет полосу с горным, можно сказать, будет спасать. Завершить здесь работы подрядчики пообещали через две недели. По остальным семи ливневкам до конца сентября. Светлана Буланова, Андрей Бусыгин. Новости.